Несколько климатических активистов были арестованы в Нидерландах после того, как 14 сентября они перекрыли крупное шоссе в ходе демонстрации против государственных субсидий на ископаемое топливо. Ближе к вечеру полиция расчистила дорогу, ведущую в центр Гааги. В субботу большинство полицейских объявили забастовку до 17.00 из-за пенсионного спора, а некоторые протестующие планировали остаться там на ночь. В прошлом году, согласно правительственному отчету, промышленные компании получили более 39 миллиардов евро субсидий на ископаемое топливо, в основном в виде налоговых льгот. Группа протеста против изменения климата Extinction Rebellion пообещала продолжать протестовать до тех пор, пока субсидии не будут отменены. За последний год в одном и том же месте на шоссе А12 прошли более десятка акций протеста, организованных этой группой. И задерживали тех, кто игнорировал приказы разойтись. Власти Гааги сказали, что перекрывать шоссе запрещено, и протестующие должны были переместиться на большое поле неподалеку. Часто к этому времени здесь уже много полиции, но сейчас это не так. Вы можете видеть, что все идет нормально. И я надеюсь, что они не приедут. Они нам не нужны. Мы изложили наши требования правительству. Насколько я понимаю, именно с ними мы имеем дело, а не с полицией. Нидерланды сейчас сталкиваются и с другими кризисами. В пяти крупных городах страны – Амстердаме, Роттердаме, Утрехте, Гааге и Эндховене – наблюдается острая нехватка учителей. Каждый регион начинает новый учебный год с открытия вакансий. Отчет Министерства образования, опубликованный в конце прошлого года, показал, что пять крупных городов боролись с нехваткой педагогов в 18% по сравнению с восьмью в остальной части страны. Также коалиционные правительства Нидерландов готовятся объявить чрезвычайное положение, позволяющее принять более строгие меры в миграционной сфере и выйти из-под регулирования ЕС. Намерение Кабмина использовать полномочия по объявлению чрезвычайного положения в соответствии с законом о мигрантах обозначено в тексте «Новые программы правительства». Чрезвычайное положение, позволяющее ему издавать постановление без консультации с парламентом в случае войны, стихийного бедствия и пандемии, будет введено после консультации в Государственном совете. Продолжение следует...